Северский район с рабочим визитом посетила вице-губернатор Краснодарского края Анна Менькова. При поддержке краевых властей в муниципалитете с постоянно растущим населением возводятся новые социальные объекты и капитально ремонтируются имеющиеся. В станице Северской около недели назад после продолжительного ремонта открылось детское инфекционное отделение районной больницы. Вице-губернатору показали обновлённые помещения и боксы. Менялось всё от старых коммуникаций до кровли. Закупили новую мебель. Это первый масштабный ремонт с 1959 года. Несмотря на то, что пациенты, проходящие лечение, изолированы в отдельных боксах, Анне Меньковой удалось поинтересоваться об условиях их пребывания. Как вам обстановка, как отношение к персоналу? Выздоравливай, крошка. Лето на улице, надо гулять. Пациентом отделения ещё до ремонта был маленький Лёша с мамой Еленой. Мальчик уже идёт на поправку и скоро отправится домой. Я бы хотела, знаете, сказать слова благодарности. Какое здесь было состояние отделения до ремонта, это уже мы точно знаем. И что сейчас? Благоустроенная палата, комфортно, чисто. Охота сказать огромное спасибо всем руководителям, медикам, вот за такое отношение к нам, к больным. А ещё охота сказать спасибо нашему доктору, непосредственно Елене Сергеевне. Она так чутко относится к нашим детям. Медперсонал здесь просто шикарный. Елена Андреева, снискавшая множество добрых слов от родителей и маленьких пациентов, действительно врач от бога. Педиатр, находящийся на дежурстве, рассказала Анне Меньковой об условиях труда и заработной плате. Вопрос укомплектованности штата медицинского персонала в Северском районе стоит не так остро, как в ряде других. Тем не менее, специалисты требуются. Вице-губернатор отметила необходимость дополнительного стимулирования врачей, приезжающих в сельскую местность. Следующим пунктом осмотра социальных объектов стала школа номер 43 в станице Северской. Старому корпусу 1904 года постройки фактически дарят вторую жизнь. Сумма работ – около 37 миллионов рублей. Большая часть денег – из краевой казны. С конца февраля мы начали проводить работы. Дополнительно, когда мы стали делать демонтажные работы, увидели, что необходимо провести дополнительную экспертизу на фундамент и на перегородки. Потому что с учетом того, что старое строительство, перегородки увидели, что нуждаются в дополнительных видах работ. Провели все это, немного задержались на три недели, но зато имеем четкое понимание, что фундаментом все в порядке, с перегородками все в порядке. Полностью обновленное здание встретит учеников старших классов уже к новому учебному году. Разместиться здесь смогут 300 человек. В поселке Афибский тем временем завершается строительство нового блока начального образования местного лицея на 400 мест. На объекте трудится уже второй подрядчик, поэтому сроки сдачи немного затянулись. Замглавы края поинтересовалась о причинах отставания. Причина тут немножко есть отступление в проектной документации. Были проблемы, но мы постепенно в процессе стройки перешали. Согласовывали, без согласовывали. Также была проблема с импортозамещением. Это основные были проблемы. А чего это коснулось? Тут практически очень много материалов, также оборудование коснулось, которое насосное оборудование. Которое в проекте были соответственно все импорты. Все импорты, да. Мы меняли проект. Мы согласовались с проектировщиками. Анна Менькова подчеркнула, что несмотря ни на что, работы на объекте должны быть завершены до начала учебного года. Растущему поселку городского типа жизненно необходимы дополнительные социальные объекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова